Лазарь четыре дня был мёртв, Христос его живьё. Он же, наверное, рассказывал, что видел, что чувствовал, будучи мёртвым. Но этих рассказов не сохранилось. Нигде нет документов, где бы зафиксированы какие-то слова его. Надо полагать, что, наверное, что-то рассказывал, по крайней мере, кому-то. Может быть, он не взахлёб всем подряд, но людям, которые, как ему казалось, могут его понять. Наверное, он что-то говорил. Я вообще думаю, что люди, которые побывали там, это не только лазарь, есть клиническая смерть. Человек умирает, его реанимируют, и он снова возвращается к этой жизни. Причём иногда даже довольно-таки долгое время отсутствует на нашей земле. Они не очень охотно рассказывают, потому что там настолько всё иное, что они понимают, что их просто не поймут. Даже это невозможно выразить словами, я думаю. Это трудно поддаётся выражению. Кстати, апостол Павел в своё время об этом в Писании, в Новом Завете есть. Он говорил, что был удостоен видений таких. Туда был восхищен. Причём, не знаю, то ли в теле, то ли вне тела. Не могу даже сказать, как это было. Он видел то, что нельзя писать. И слышал то, что нельзя повторить. Оно не поддаётся ни описанию, ни повторению. Потому что оно совсем иное всё. Прямо он на это указывает. Поэтому, наверное, Лазарь, конечно, делился с кем-то, что он там видел. Но я не думаю, что это нужно. Даже если бы это было где-то зафиксировано, зачем это нужно? Если вы думаете, что если бы это было, мы бы сейчас почитали, мы бы что-то узнали, и это как-то бы на нас повлияло, я глубоко не уверен, что это на что-то бы повлияло. То есть, кому верить, они бы верили, кому не верить, они бы не верили. Всё равно одинаково. Время. Переводим.